Российские гимнасты – победители Европейского чемпионата. Такого не было уже пять лет. В общекомандном зачете наши спортсмены обошли англичан и украинцев. Один из тех, кто ковал победу – Николай Куксенков. Спортсмен, выступающий за 33-й регион, мог рассчитывать на медали и в личном перенстве. Однако еще не до конца ошлифованную новую, сверхсложную программу не удалось исполнить чисто. В итоге в упражнениях на коне Николай стал четвертым, а на брусьях – пятым. База высокая, но комбинация просто еще не отработана до конца. И на брусьях тоже небольшая у меня была ошибка, за счет которой я стал пятым. То есть тоже не медаль, но тем не менее работал в финале. Уже хороший результат, я считаю. Своими впечатлениями от чемпионата Европы спортсмены и тренеры делятся с главой администрации Андреем Шохиным. Гимнасты признаются, порой ради общекомандного успеха сборной приходилось жертвовать личными амбициями. Так, например, Николай вполне мог рассчитывать на медаль на своем коронном снаряде, и перекладине. Тем не менее, во время выступления рисковать не стал. В квалификации получилось, что менее опытный боец, это Никита Игнатьев, упал на перекладине. И ему пришлось, он немножко зажался, то есть нельзя было подводить. И он сделал как бы на надежную четверку перекладину свою. Но этого не хватило, чтобы попасть в финал. Николай Куксенков родом из Украины. Полтора года назад он переехал во Владимир. Теперь уже член сборной команды России, живет, тренируется и учится в нашем городе. На днях он уезжает в Киев отпраздновать свой день рождения. 2 июня спортсмену исполняется 25 лет. Политические события на родине Николай комментирует с неохотой. Тем не менее, свою позицию по ситуации на юго-востоке Украины озвучил. Русские и украинцы это один народ. Когда говорят, что это братский народ, я не согласен, может это один народ. Потому что я не разделяю. Если Бельгия, допустим, Голландия, Люксембург может быть бенилюксом, почему Украина, Россия, Белоруссия не может быть тоже одним государством. То есть для меня это одно и то же. Поэтому то, что там происходит, мне, конечно, больно это все наблюдать и очень обидно. За трехкратную победу на универсиаде Николай Куксенков получил от городских властей квартиру. Теперь надеется получить автомобиль в подарок от областных чиновников. Но водительское удостоверение чемпион сдал относительно недавно. И пока ездят на машине директоры школы по спортивной гимнастике. 8 июня Николай отправляется на сборы в Подмосковье. На подходе к основному составу главной команды и еще один владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев. Славные традиции владимирской гимнастики намерены продолжать и в администрации города. Мы хотим войти в федеральную программу. Для этого есть все предпосылки. С 15-го года она будет. Хотим построить новый зал и оснастить его самыми современными снарядами, чтобы могли тренироваться и мастера высочайшего класса, как Николай, и за ним подтягиваться молодежь. Впереди у Николая Куксенкова чемпионат мира. Он пройдет в октябре в Китае. И с него наш гимнаст постарается привезти не одну, а несколько медалей, причем высшей пробы. Продолжение следует...